это вот смс-ка нас или как она там отвлекла так смотрим хочу вишню черешня ваша сибирская штабовая прижилась только на кустовой вишню на боли росу вишню а зачем было сибирскую штамбу это привать это же считается она не дикая но она из всех вишен самая ну самая скромная назовем по качеству плодов на боли росу не привать зачем было сибирскую штамбу это как подвой на привой черешни разных сортов 1-2 летние прививки едва живы после этой зимы до выборка это все-таки не подарок у вас хотя это зима была на редкость морозная придется насыщать ментор нет ни то морозостойкости нет но уже такие слова знаете у вас все получится на всех согласен с александр надо воспитывать закалять как сеянцы так также и прививки насыщать ментором воспитывать метров но обязательно следить за культурностью мы не значит это по моему александр николаевич это по моему ваше письмо где у вас получается что привой даже уже получено видеть косточек становится в общем ваше письмо а я не успеваю за всем следить не успеваю все мы мы будем читать при по косточкам разбирать только не в этот раз надо разобраться с почвы пишет руслан николаевич незамерзающий антифриз на песке думаю невозможно надо удобрениями справлять почву ну здесь немножко расходимся конечно вот если чистая почва из песка антифриз он не тут он на глубине 3 5 10 метров вот там антиприз вот а почва ну как мы улучшаем ну это не сегодняшняя тема ладно вечерин писал что при воспитании сердце чтобы ничего не нуждались и не угнетались ну может быть мичурин и прав по-своему прав а наше право вот такая берем количество как можно больше садим с тем что выжила с теми работаем это другой 5 казаков взял вот тут алиса на алиса на вот он вот он вот он вот он вот он сейчас бы мне надо куда-то пристроить потому что вдруг она не смотрится вебинар сейчас это быстро секунда 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 ходу казаков так сейчас я отправлю адрес видите у нас тут все по быстрому вот кстати и эти посмотрите это она пришла программа бедная бедная это залезть сюда где одни академики эти и профессора я заранее сочувствую но мне кажется вы будете выглядеть достойно вот очень достойно теперь возвращаемся обратно где были вот ставим дальше между добрый вечер спасибо за знание виктор казаков домой а это значит только мне смс-ка пришла от него так мизину по поводу мраев специально брызгая деревья растворим дождевой воды меда они они отходная бегают по веткам лицем поисках пищи в виде насекомых интересный способ а след борис шампунем чистотел сперметрином 20 литров шампуня нас 10 литров воды дождевой воды ну че знакомьтесь еще с одним способом господа сейчас посмотрим что за смс-ка спасибо с уважением Валентина Антипова завтра пришли то есть вот это все про соседей про то что я считаю дурой вот все это будет у нас на следующем вебинаре разберем итак вот вам как бороться пожалуйста с тлей борис шампунем чистотел сперметрином 20 миллилитров шампунем 10 литров дождевой знаете в свое время я пытался бороться с народными средствами мне ничего не получилось тогда я на всякий случай перешел на ядохимикаты хотя казалось бы что вообще в железу может быть ядохимикатами но другое дело что я использую такое мизерное количество главное вовремя ну что друзья а александр выбор что-то пишет будем ждать нам спешить некуда сегодня у нас у нас мало и писем мало вот вот-вот-вот сейчас все гляжу так с нами беларусь вы знаете олег дамасевич вы из беларуси так вот пришлете сама там жилить беларусы учить дальневосточных которые были лидерами по садоводству всего ссср дальневосток вот учить их садить и выращивать промышленные сады я когда это посмотрел мне стало и смешно и грустно вот там подробно и а потом вместе с вами посмеемся как беларусы будут учить дальневосточных врачей деревьев ой лучше бы братского спросили как врача боже мой и там знаете там вот это огромное такое большое письмо как то все будет выглядеть а веречь идет о тех же этих самых которые помните как назвал наш кто из вас назвал по моему мезинов из брянска палки с этими пророщенные палки да вот эти прочные палки это технология и сами эти палки привезут беларуси на дальний восток и господи боже мой боженьки ты мой что же это за страна такая что творится то боженьки мой найдите стариков это бродская вроде бродского найдите вы их на него сношу все забыто все заброшено все деградировало какая беларуси беларуси саженцы покупают в этих привезенное из этого и яблоки груша и все привезет привозят с польши а это вообще вот а с виду да это помните когда разговариваешься разговариваешься в золотом теленке не 12 стульях астап бендер как говорил киса надувайте щеки ну все и будет это вполне вполне будет авторитетно киса надувайте щеки вот они щеки надувают на дальний восток который недавно был лидером а вот боже как быстро деградировал а и внизу под этой большой статьей написано будет что пилить люди которые заранее знают для чего все это надо будет что пилить так ладно александровна все-таки написал письмо абрикосы так и сажая в разных местах по леску костяк на место что-то выживет что-то погибнет но произойдет естественно пор ну вот мы с александром 20 пара пара сейчас ребята из вашей молодежи главное кто заметил латинкова это такая прореха вот да я там молодежь ну для меня алексейка хоть у него солидный вид это садовый молодежь рядом катя карташова но катя карташова великолепный компьютер у нее талант зарыта у нее все получается через несколько дней лет у нее сад я еще тогда шутяк говорил катя обгоню латинкова его же использую его же использую для того чтобы его же обогнать вот и вы знаете ну конечно конечно теперь обгонят потому что латинкова уже все не приедет с того института где 300 грамм урожая из дерева не килограмм 300 грамм не приедут а рядом рядом там упоминалось 2 а эти где 0,5 и где 0,3 килограмма вот и никто не приедет латинкова и не поклонится и за несколько миллионов не заберет все это в научный сад ну а если заберут то конечно так же как получится вот это вот мост между белоруссией и дальним востоком учить приедут вот это страшно я вам покажу что такое это еще чему чему и учат так и тут в латинковской все заберут через несколько лет все это загубят потому что они понятия не имеют чем мы с вами занимаемся и чем мы мучимся все несколько лет погубят а что потом будет а потом скажут иногда зеленый не допрыгнув вот ну что все наверное закончили разговор я тут реплика увидел боже мой вы знаете для меня реплик это это такое событие в моей жизни вот он да Александр Реплик это такое событие вы даже не представляете он может сказать мне спас как садовода так хотелось все бросить после той поездки в Москву ну что друзья давайте прощаться до следующего раза меньше нас уже не будет потому что здесь вся наша гвардия вот потом Павел Троценко возьмет и все это переведет в текст эти же фотографиями снабдит оригинальными не из интернета вот попадет это все в Яндекс какой-то там этот самый уже забываю как они называются там вот и будет помаленьку наше знание расходиться жаль что на это уйдет десятки лет вот вам пример пожалуйста я дура люди искалечили деревья а те та которая хотела их отучить назвали дурой вот столько нас а меня эти темирязевки назвали шарлатаном ну что до свидания друзья спокойной ночи сибиряки дальневосточники вот урал вот все не хочется расставаться есть еще правда сухие семена но как то вы все время не хотите брать подешевле прошлогодние а результат был бы неплохой все пока пока это не никак не 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 Продолжение следует...